итак народ всем привет сегодня у нас небольшой видосик про сплайны и их оптимизацию то есть вы как видите вот эти вот сплайны которые для железной дороги для заборов для всего может быть на железную дорогу они из нескольких секторов состоят но чтобы вручную это все не строить да я вам покажу как это делается нажимаю допустим едет сплайн 11 то есть вот этот план я его делал по уроку так что я вам просто покажу что есть что тут просто сплайн кидаем в самый главный тут у нас вот такие дистанции с м и кстати сам не используется и где используется все а используется но это наверное не нужно ну или нужно короче ладно самое главное то что я этот урок по оптимизации хотел так что вот посмотрите на construction скрипт ставим for each loop потом из сплайна берем get spline length в длину потом вот эту достаем штуку короче я вам поближе оставлю вот так вот дистанцию подключаем сюда это сюда в last index потом индекс перемножаем с дистанции и все это засовываем сплайн этот вот и вот эти лакею так лакайши ну короче почитаете да вот это вот потом вот это вот это все блоки еще на кстати локальный не вордах а в локально потому что это будет ошибкой это будет неправильно вот а последующие в нижние два нижние два нужно через плюс то есть мы сначала умножаем и плюс еще дистанцию плюс сразу дистанцию ставим все потом это когда мы сделали дальше идем то есть в этот кодик а д д спайн мэш компоним о и у него тут практически нифига нет исключением того что потом мы его как-то вот эти умножаем вот эти вторые нижние нажимаем на какую-то такую анген какой-то непонятно кстати он равен почти дистанции чтоб нормально было вот и дальше чем ставим сет статик мэш но это непонятно зачем потому что там по-другому подрубается к нам главное вот это вот это вот если то я сам делал и по означал это непонятно как вообще работало не работал сейчас подожди посмотрю то есть реально ли я назначал его а да и сэм то есть реальный сэм высокие сэм это значит работает то есть мы берем кстати к мэш то есть вот этот сет как сен берем ставим его вот потом этот же компонент но я наверно неправильно делал потому что тут видишь от типа тот же самый и он типа статик мэш потом коллизия тип и так далее но чтоб коллизия было коллизию потом вот сердце то вот это самое главное то что то что по уроку было вот она штука это и сюда притащу то есть это самая главная штука вот и она все вот эти четыре соединяет вот как она называется и короче соединяясь первые старту и умножает а второй этот так и умножает тоже все и у дэйт называется у дэйт мэш вот это для коллизии что поработала пока не знаю как вот это можно убрать и тут коллизия и поля вордстате ну как то так короче у меня были проблемы с коллизией я тут наворотил теперь дело состояла так вопросом оптимизации так так это open word на композицию у меня рельсы на всю длину локации то бишь они рендерятся буквально на километр реальный и лоды тут особо не помог поэтому но лоды конечно есть я вам сейчас покажу вот какие лоды вот спака бесплатного вот 4000 типа при этих да вот с учетом того что это 10 метров а на километр это у нас их будет сколько 100 штук 100 штук умножаем на 2800 треугольников это сколько будет 200000 полигона но если не лодить правильно если не лодировать есть лодировать то у нас получается меньше потому что первый лод начинается вот здесь вот второе вот здесь вот равен 400 вообще то есть если даже грубо говоря 400 во второй лод последний который у меня есть потому что на кстати у меня дофига лодов ты чё вот 3 вообще 350 кстати 3 походу не нужен точнее вот второй лод 450 ну даже разницы никакой особо вот то есть у нас всего три лода соответственно у нас всего лишь 400 треугольников надали но эти 400 треугольников надали превращаются в раз в стол потому что 100 вот этих а если это не одна шпала 4 ряда то это будет окей то допустим 1600 умножить на 100 это будет 100000 100000 просто рельсов треугольников понимаете 100000 поэтому чтобы это оптимизировать нужно вот эти использовать дистанции смотри допустим вот как я и говорил вот есть в прошлых допустим вот если вы положили да вот как здесь работает эта система есть система просто call distance а волюма который я вам потом расскажу но короче ладно есть вот в details и вот так нажимаешь на него и тут пишешь вот здесь вот дистанцию и вот в рендере вот здесь есть и станции дров дистанции ну например 20 метров 1 2 что-то в сантиметрах если че нажимаем g то есть это как в игре вот видишь он исчез все на счет для того чтобы вручную вот это все не колбасить да вот это все потому что тут нету видишь тут нет статика маша потому что он в коде находится вот это я уберу это я просто показал что тут есть вот а где он в коде находится он находится вот здесь вот адд спрайт мешком понял и здесь пишем тоже дист станция вот здесь пишем 200000 это почти 20000 короче 200 и два нуля вот они видишь это говорит о том что через 200 метров у нас будет исчезать исчезать рельса будет поэтому я покажу как это работает чтобы совсем не исчезал ну 250 наверное хотя 500 метров ну ладно давай 200 если 30 раз два то есть конце всегда два нуля он долго думает потому что у меня дофига этих сплайнов у меня уже три километра дорог сделано и не по одному ряду вот сейф нажали интер смотри теперь как это посмотреть залетаем в игру смотрим это на надписи не обратите внимание мыши с другой смотрим вот короче вот где-то там рельсы где-то там тоже рельсы но я их не вижу где они кончаются именно не вижу потом врубаю вот такой режим вот видно где они кончились грубо говоря даже не видно из-за того что это вот видишь они вон там кончились можно даже сбросить вот здесь где-то бросились и откидывались вот в депо уже их нету а в депо там другое значение там 200 метров а из-за того что график такая типа водоле там солнца мутка там вот это всякое у не мутка этом раз придем и мутка вот короче вот вещь там уже рельсы появились соответственно смотри как это работает вот это вот так работает сейчас я врублю покажу через вот этот вот вот то есть розовым это типа сплайновская фигня и вот она работает видишь и лода кстати на террине я уроку рассказывал как делать вот видишь рельсы строятся просто на сами то есть дальше идут дальше 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 все эти кстати тоже как-то они сами вроде исчезают или нет а ну да прикинь они сами даже считают но это call distance у меня стоит если вам хочется еще по оптимизации то есть то вот у вас call distance вообще тут есть а вот тут нет интересно вот он call distance называется вот он у него настройки вот такие на open word настройки вот такие вот если чё на паузу ставьте сохраняйте настройки вот эти вот ставьте в себе и у вас тоже будут большие объекты потом удаляться еще кое-чего можно сделать чтобы допустим вот этот call distance не убирал здание вот кстати насчет зданий конкретно да есть такая фишка тоже вот с этим делом вот смотри допустим покажу что у меня вот там здание исчезли да вот потом подлетаем здание появились да то есть они конечно слишком близко появились потому что они исчезли потому что они у меня вручную настроены на это все вот вы сейчас вот здесь появлюсь вот видишь хоп и хоп типа не есть хорошо данным потому что там будет забор и всякая фигня и мы это особо не увидим но сейчас это наглядно видно что это ну некрасиво да то есть исчезают грубо говоря целые дома блин вот поэтому чтобы такого не было берем вот видишь в тумане они почти стоят выбираем его выбираем статик match компонент тут дистанция и все то же самое вот этот draft distance 300000 300000 точнее это 300 метров ну грубо говоря можно и 500 конечно а можно шоп он вообще кстати вот алое в дистанции даже как-то называется на его вот этот never отвечает если мы галочку поставим то он не будет участвовать в волюме то есть вот в этом волюме который с настройками я вам сейчас просто покажу как это работает есть мы берем вот эту маленькую часть дам ее просто сюда да и на ней нажимаем never вот never нажимаю г вот все смотри она не удаляется то есть она вот до сих пор там стоит вот видишь она не удаляется могу даже сетку включить вроде как покажет вот она видишь она до сих пор там даже ничего не все исчезает кроме его то есть обычно вот эти never и ставят на здание которые типа внешне а если я галочку уберу он должен исчезнуть тоже не исчезает странно конечно это реально странно пол дистанции работать и работать ну ладно благо рельсы оптимизировал короче вот какие дела но это потому что наверное я на него еще и лодов нет и не знаю почему там не работает вот насчет зданий кстати вот у меня здание но они исчезают так близко на тип потому что тоже настроено вот это 30000 можно конечно вот смотри с учетом open world у нас секция по километру секция одна секция это километр удаляемся мы от этого через 500 метров после секции до секции еще 500 метров получается дофига то есть полтора километра почти видимости с учетом тумана это нереально поэтому можно ставить всего лишь тоже 500 метров и все и будет все хорошо тут раз два 500 метров на крупные здания все их будет видно издалека раз два вот так и нормально и это тоже сейчас самое главное здание большущая самая 400 метров ну давай 550 его поставим пятьсот пятьдесят и раз два все теперь мы видим что на пятьсот пятьдесят то есть по рельсам типа идем такие да таки типа идем такие врубились там вот так вот включили бедран короче да вот это вот с задним ходом ой да он только исчез а там даже балки остались что балки то а балки у меня вообще отдельно то есть наоборот сначала балки убирать а потом это ну то есть видишь издалека хоп хоп то есть вот для такого большого здания да лучше вообще его наверное не убирать то есть ему просто настроить лоды и все видишь в тумане ну тут будут заборы я не знаю кто то так делает кто то нет поэтому иногда не надо блин коллизия вот турная вот потом здание вот эти видишь с учетом того что тут кусты и всякая фигня мы бы особо вот эти здания не увидели что они исчезли видишь для этого и делается всякое типа окружение которое рядышком находится которое есть к чему привязаться к человеку и в итоге он ну типа не видит таких оптимизационных моментов вот сейчас туман такой типа да вот видишь пустота а вот здесь как раз исчезает то есть вот этот момент где-то вот момент да то есть появились исчезли появились это уже ночь наступила это уже все короче вот так вот это все работает кому если понравилось ставьте лайки там и дела пишите еще что-нибудь если вам рассказать про оптимизацию то есть вот так это все работает лоды плюс на сплайнах тоже можно делать в блюпринтах тоже такая фигня есть то есть вот это вот блюпринт крутящие колесо вот это тоже короче в блюпринт заходишь можно даже так настроить именно выбрать static mesh и то же самое вот max draw distance все 150 то есть чисто теоретически когда ты будешь далеко ты будешь вот на этом уровне и ты даже не увидишь как оно исчезнет тупо не не увидишь смотри вот там ни хрена не видно блин сейчас подбегу там что-то колесо какое-то есть уже понятно вроде уже уже видно блин эти рельсы тупые с персонажем вообще будто не знаю чё вот уже видно что она вот красная так спорим прицелимся отчасти он вот уже исчез да вот видал вон там даже видно красная отсюда уже не видно а ты здесь даже не поймешь что там рельсы вообще нужны даже если перепрыгнуть да допустим ну вот чисто теоретически видно что там пусто короче а там не пусто ну короче вот такими макарами можно и все настроить дистанцию под себя чтобы все было четко и ясно у меня на этом все и всем пока до новых встреч субтитры